Сейчас 7 часов утра, светит солнце, я бегу сквозь свежую траву, мне бросили настоящий мяч, и он уже вот-вот упадет на землю. Я делаю резкий прыжок, чтобы поймать его, спотыкаюсь и ломаюсь, потому что это все только сон, а я просто робот, а не настоящая собака. И каждый раз мой сон заканчивается на этом. Привет, меня зовут Чип, и мое утро не похоже на утро обычной собаки. Вот так выглядит моя кровать. На самом деле это зарядка, потому что спать как настоящий пес я, к сожалению, не умею. Когда я подзарядился, я еду всем пожелать доброго утра. Это Юми, она считает, что она покемон, она спит дольше всех. Доброе утро! Ну, Чип, вечно ты меня пугаешь, и вообще я до сих пор не отошла от того, что со мной случилось. А что случилось? Аня на канале Magic Family рассказала, как я ходить перестала. И мне делали укол! Потом обязательно посмотрю ролик. А это Миша, она любит поесть. Привет, скромница! А, Чип, это ты, а что ты тут делаешь? Хотел пожелать тебе доброго утра! А, понятно, не знаешь, когда завтрак? Нет, но я могу тебе станцевать, хочешь? А, нет, спасибо, не надо. А, ясно. Как всегда, никто не хочет со мной дружить. Упс, кажется, я снова врезался в дом. Ничего страшного, я очень умный и обучаюсь. Кстати, поэтому теперь я знаю, что собаки едят живую еду ртом. Они кладут ее внутрь себя через отверстие спереди. Она перерабатывается прямо внутри. А потом выходит наружу с другой стороны в виде странных теплых мягких объектов. Юми когда-то научила меня, как это называется. Это какашки, какахи, лепехи, лепешки, каки, говняшки. Понял, Чип, запомнил? Какашки, какахи, лепехи, лепешки, каки, говняшки. Но почему у них так много названий, осталось для меня загадкой. Ах, Юмичу вечно учит тебя всяким глупостям. Не слушай ее, Чип. А это Софи. Я думаю, она самая умная. Че делаешь, Софи? Выбираю комментарии ребят под видео, чтобы показать их в новом ролике. Ух ты, здорово. Выведи их на экран, ты же робот, ты шаришь в технологиях. Раз, два, три. Молодец, Чип. Чип, Чип. Чип. Чип, собачки на мою? Да, Софи, просто я радуюсь и танцую. А, ясно. Я просто подумала, ты завис. Думала, тебе плохо, может? Я просто пытаюсь быть, как настоящая собака. Ты молодец, дай пять. Но я, я не умею. А, точно, извини, но может, может ты попробуешь? Это не так сложно, просто дай лапу. Нет. Попробуй, Чип, ну что? Ну попробуй, ну Чип. Я, я не могу. Чип, ну давай, ну не сдавайся, ну. У меня не получится. Чип, ну че ты как девчонка, че ты капризничаешь? Просто подними лапу и все. Что тут сложного, а? Что тут сложного? У меня колеса, Софи. И они не двигаются, как лапы настоящей собаки. Ох, ясно. Извини. Все нормально. Ты старалась? Чип, ну может, Чип, Чип, Чип. А это Эйван. Он самый старший. Привети. Не мешай, Чип. А че ты делаешь? Я анализирую. Ого, а что такое анализирую? Я смотрю, сколько лайков собрал ролик с тобой и без тебя. И если у тебя будет мало лайков на этом видео, то я буду знать, что люди не любят таких роботов, как ты и тебе лучше не сниматься в наших роликах. Но может быть, они просто могли забыть поставить лайк. Или ты просто не нравишься нашим двуноким зрителям. Ну вот, кажется, тебе нужна помощь. Нет, нет, все в порядке. Сейчас я с этим разберусь. А по-моему, у тебя проблемы, потому что ты робот. Я встану, я смогу. Вот, видишь, смотри. За это тебе лайк не поставят. А если я буду рычать на них, как настоящий пес? Не думаю, что им это понравится. Все, не мешай, не Чип. Ладно, как всегда, я всем мешаю. О, кажется, на улице киса Алиса. Ой, эх, здорово, наверное, ей быть живой. Подпишись на канал. Пусть настанет три лимона. И тогда у нас появится новый питомец. Новый питомец? Наверное, он тоже живой. Не то, что я. Собака-робот. Кто меня может полюбить? Вот бы мне найти друга. Вот бы я мог увидеть настоящий мир. А утром ребята идут гулять. Они чувствуют дуновение ветра. Ходят по живой траве. Дышат свежим воздухом. Наверняка им весело там, снаружи. Но я больше с ними гулять не хожу. Потому что как-то раз я упал с лестницы. А в другой раз я разрядился и не мог вернуться домой. А в третий у меня сломалась лапа. И мне пришлось ее чинить. И вообще выяснилось, что я не умею ездить по земле. Мои колеса для этого не приспособлены. Так что теперь я могу только смотреть в окно. Неужели в этом мире не существует больше собак-роботов? Неужели я один? Поэтому моя мечта увидеть настоящий мир. Как настоящая собака. Найти таких же, как я. Должны же быть они в этом мире. Если бы я был настоящей собакой, они бы воспринимали меня всерьез. Но и свои меня не принимают. Это дедушка По. Самый старший робот в семье. Он передвигается медленнее всех. И такой ворчун. Может ему обидно, что он убирается в туалете? Вали отсюда, Чип. Ты мне мешаешь. Вот так всегда. А это тетя Робби. Она работает в спальне. Привет. Чип, уйди. Ты только грязь на своих колесах таскаешь. Ладно, ладно. А это братья Бро и Джо. Они вечно спорят. Как настроение, ребят? Тут буду убираться я. Нет, я тут буду убираться. Отстань, Чип, у нас много дел. Окей, ничего нового. А это толстяк Джимми. Он очень медленно ходит и всегда бурлит. Уйди с дороги, Чип. Ладно, ладно. Вечно я всем мешаю. А это Кайли. Она самая младшая в их семье. И иногда, мне кажется, я в нее влюблен. Я приносил ей цветы. Дарил подарки. Но, видимо, я у нее во френд-зоне. Ты классный друг, Чип. Но ты другой, понимаешь? Я не круглый. Все дело в этом? Просто ты другой. Ясно. Не грусти, Чип. Хочешь, я тебя пропылесошу? Спасибо, Кайли. А это был мой друг Чик. От слова летчик. Он был летчиком. Он показывал мне живой мир, который я не могу увидеть своими глазами. Но в один прекрасный день, пролетая над рекой, он не справился с управлением и погиб. Утонул в воде. Мне его очень не хватает. Наверное, он тоже, как и я, мечтал быть живым и посмотреть весь мир. Когда ребята возвращаются, они начинают веселиться и играть. А у меня есть специальный мяч. Я могу приносить его и катать. Но это совсем не похоже на игры настоящей собаки. Мяч горит синим светом, а потом загорается зеленым. У меня включается программа. Глаза тоже загораются зеленым. И моя задача найти мяч. Но вот бы мне быть настоящей собакой. Вот бы у меня были друзья, которые могли бы играть со мной. Но они другие. Они живые. У них настоящие лапы, настоящие зубы и настоящие мячи. Хотя когда-то ребята пытались играть со мной. Давай, Чип, это мяч. Возьми его в пасть. Толкни, принеси. У меня нет такой программы. Ладно, Чип, смотри, это канатик. Давай, давай играть в перетягивание канатика. Я беру канатик, даю тебе эти ноты, попробуй это брать. Я не умею. Я не понимаю. Может, ему надо утку мою предложить? Точно, Юмич, он молодец. Давай, давай, перед уткой никто еще не мог устоять. Смотри, смотри, Чип, это утка. Я так и не понял, как это делать. Так и не научился играть, как они. Поэтому теперь меня играть никто не зовет. Эх, походу, это бесполезняк. О, а пошлите в догонялки, а? Точно, точно пойдемте в догонялки. Ах, уже будем прятать вкусняшку. Давайте лучше перепрыгивать через препятствия. Никогда, никогда я не стану нормальной собакой. Никогда не найду друзей. И никогда не увижу этот мир снаружи. И зачем я вообще тут? Даже когда все завтракают, я не ем с ними. Давай, Чип, это не сложно. Просто съешь корм. Они пытались меня научить. Это очень вкусный и полезный корм. У тебя получится. Просто съешь корм. Это просто. И я пытался. Может, может, может попробуешь лакомство? Может, с ними проще? И я пробовал. Я пытался их есть. Пытался стать настоящей собакой. Пытался повторять их движения, но... Но у меня не получалось. Слушайте, ребята, хватит. У него же даже рта нет. И-и-и-и, Попы. Точно. Как он будет есть? Ладно, Чип, не переживай. Мы пока доедим тут. А с тобой обязательно что-нибудь придумаем. Кажется, я головой застряла в банке. Ха-ха-ха, Юмичу. Ты что надо мной смеешься? Ты вообще есть не умеешь? Юми, ты зачем так грубо? Да ладно. Она права. Я не живой. И я питаюсь виртуальной едой. Чип, так, давай посмотрим, что тут у нас. Чем мы тебя можем сегодня покормить. Ну-ка, ну лови шуруп. Или может быть металлическую кость. Или УСБ флешку. Похоже, от резиновой курицы ему не очень. Чип, ты что сейчас пукнул? Пукнул? Похоже, он скоро превратится в настоящую собаку. Но это были лишь надежды. Каждое утро я тренируюсь, чтобы стать настоящей собакой. Я учусь лежать, сидеть, гавкать. Но я все равно не такой, как они все. Я неудачник. Чип, не говори так. Хочу отправиться в путешествие. Найти таких же, как я. И увидеть мир. Но ты же не умеешь передвигаться по земле. Не умеешь прыгать и лазить. Не умеешь просто есть и спать, чтобы подзарядиться. Тебе для этого нужно электричество. Да, я неудачник. Надо что-то придумать. Не расстраивайся, чип, мечты сбываются. Главное в них верить. Мы должны найти таких же, как ты. И отправиться в путешествие. Вау. Но это невозможно. Должен быть какой-то, какой-то способ. Погнали, ребята, у меня есть идея. Я, кажется, понимаю. Идея? Какая идея? Серьезно? Таки был рюкзак для путешествий. Мы спрячем чипа туда и попросим Аню отправиться с нами в путешествие. Она возьмет этот рюкзак с собой. Залазь в него. Прямо туда? Ага. Гениальная идея. Аня будет носить его на спине. А ты будешь смотреть на все через это окошко. Как будто в космос полетел. Круто. А пока спрячься. Ребята, вы серьезно? Чип, ну-ка засмусь. Чип, ну-ка спрячься. Окей. План действий. Зовем Аню. Просим отправиться с нами в большое путешествие. И взять рюкзак. Чип. А, простите. Я вас напугал. Да, не надо так резко вылазить. И спрячься, пока мы Аню позовем. Да, делай мид, что в рюкзаке никого нет. Ничего не происходит. Вы меня точно не разыгрываете? Ребята, ребят. Тихо, Аня идет. Приветик, ребятки. А вы чипа нигде не видели? А, он сломался и мы его выбросили. Что? Ань, фигня. У нас тут такая гениальная идея. Путешествия.